Добрый день, уважаемые друзья! Саламу алейкум! Сегодня мы будем готовить курицу в казане с картошкой. Еще это блюдо называют казан-кебаб, по-моему. Мы взяли двух крупных петухов. Будем их разделывать и готовить. Это очень простое и одновременно очень вкусное блюдо. Сегодня у нас как раз во втугай отключили газ. Получилось, что я, кстати, готовлю курочку. Разборки пошли? Продолжение следует... Найдем подсолнечное масло. Подсолнечное масло для этого блюда нужно налить немного, где-то около литра. Надо ее хорошенько раскалить в масло и потом отправить в масло курочку. Помыли курочку, теперь нужно ей дать высохнуть. Если не дать высохнуть, то курица получится не жареная, а как будто бы сваренная. Масло еще не раскалилось, нужно оставить, пока раскалится масло. Масло у нас начало шкварчать хорошенько, значит она у нас набрала нужную температуру. Так, уже можно отправлять всю курочку. Уже можно отправлять всю курочку. А у нас гости. Чей будешь, браток? Так, начнем резать лук полукольцами. Так, начнем резать лук полукольцами. Посолим курочку. Так, начнем. Так, начнем. Так, начнем. И апельсин красным перцем чили. Походим на эту красную корочку. Вот так вот. И закроем крышкой. Друзья, посмотрите на эту красную корочку. Так, пожарилась наша курочка. Ммм, какой цвет румянный, а! Ха схем! Ах-ха-ха! Ах-ха-ха! Теперь, друзья, отправим картошку в казан. Картошку также будем жарить до румяной корочки. Что может быть вкуснее и полезнее домашнего компота? Посмотрите на эту красную корочку на картошке. Вот оно, то что надо. Мы сейчас добавим курочку обратно. У нас есть еще одна партия курочки. Я ее до сильной красной корочки не доводил, потому что не всем подходит красная корочка. Кому-то по состоянию здоровья, кто-то просто ее не любит. У нас будет и такая курица, ее тоже отправляем в картошку. Добавим лук. Все это хорошенько посолим. Думаю, соли будет достаточно. Тушенную зелень. Также добавим мы сюда и зира. Это мои любимые специи. Сейчас некоторые скажут, что в зиру это блюдо не добавляют, но я добавляю. Мне оно очень нравится. Теперь все перемешаем хорошенько. Дорогие друзья, блюдо наше уже готово. Можно подавать в столу. В нашем блюде сочетаются два мяса. Одно с красной корочкой, прожаренное. Второе не сильно прожаренное. Вот, как вы видите, один кусочек такой. Вот такой не сильно прожаренный. Второй очень прожаренный. Посмотрите на этот цвет картошки. Папа. Сумай-ка. Да, Сумай-ка. А ну не шуми. Один поднос у нас заполнился. Уберем. Теперь возьмем второй поднос. Один из красивых сочетаний. Сумай-ка. Мне надо покушать? Потому что Дашка такой вкусно готовит. Это картошка? Да это картошка. уважаемые друзья наше блюдо готово сейчас будем пробовать посмотрите какой прекрасный вид у нашего блюда я возьму то мясо которое не сильно прожарилась мне очень понравилось я даже слова не могу подобрать описать это блюдо этот вкус всем настоятельно рекомендую попробовать приготовить тоже самое вы как и я будете в восторге от этого блюда и от этого вкуса уважаемые друзья в общем подписывайтесь на мой youtube канал ставьте лайки пишите комментарии с предложениями с пожеланиями а также вы можете посоветовать мне какой-нибудь свой рецепт я обязательно приготовлю если вам понравилось как я приготовил делитесь этим видео рекомендуйте другим в общем всем желаю здоровья удачи всего самого наилучшего и скажу так каждому 1 миллион долларов в месяц надеюсь это вам всем понравится давайте друзья удачи всем салам алейкум